Приветствую вас! И что значит стыд? Что представляет для себя стыд? Стыд представляет для себя один из регуляторов общества, общественных условий, мнения и так далее. Изначально человеку в силу своих природных свойств не стыдно ничего, но именно взаимодействие с обществом внушает личные ощущения и ведомов, что какие-то действия, какие-то поведения, какие-то поступки, какие-то мысли, какие-то слова являются непозволительными и стыдными. Сыд есть признак социального. Это означает, что наличная стыда у вас, от которого вы мучаетесь, это конфликт вас и социума. Ну, говоря языком психоанализа я и сверх я. Сверх я диктует условия, значит, эти условия вам приходится принимать, но они вам не нравятся. И этот конфликт я и сверх я, его нужно, по сути дела, разрешать. То, что вы называете фиксацией на фаллической фазе, то это, как я понял, относится в большей степени к сексологии и я не думаю, что стыд имеет какое-то отношение к данному термину, потому что все-таки, еще раз повторю, предметность самого стыда заключается в действии социального я нашего человека. Нужно понять, в чем причина вашего стыда, почему вы мучаетесь, почему вы от него мучаетесь и оправданно или нет вы его испытываете. То есть, смотрите, как получается. Допустим, человек совершает какое-то неприятное, неприличное действие для общества, допустим. Человек его совершает и он испытывает стыд. Он испытывает примерно в таком кличе, как я мог это сделать, я не имел права, но я это равно сделал и так далее. То есть, это недостаточная уверенность в самом себе. То есть, вы для себя предмет поведения определяете как важный, а общество определяет его как неприемлемый. И из этого возникает конфликт. Стыд – это всегда реакция на общество, на общественное мнение, ну и нужно разбираться, в чем именно вы стыдитесь – считаете ли вы для себя это преемлемым и правильным? Почему вы считаете это преемлемым и правильным? Почему общество считает это преемлемым и правильным? И либо понять для себя, если то, что вы делаете, если предмет стыда, никак обществу не вредит, но при этом им не приветствуются, то нужно понять, что общественное мнение, общественная структура такова, что она стремится, как можно больше людей сделать походим друг за друга. Тогда общество приобретает наибольшую защищенность и тем самым проявляет инстинкт самосохранения. Если вы делаете что-то не по воле общества, не по неланию общества, то вы для него несете угрозу, но эта угроза может быть мнимой, а может быть реальной. Реальная угроза карается законом, общественным мнением и моралью, реальная угроза, а мнимая только мораль. И вопрос в том, насколько и почему вам этот моральный аспект важен. А стыд так еще происходит из неуверенности в себе. То есть в человек, который опять-таки совершает какое-то неприличное, с точки зрения общества, действие, постыдное действие. Можно сказать, я так как живу, это мое желание, и я имею право свое желание удовлетворять. Это самоуверенность. Самоуверенность, наверное, даже излишняя. Излишняя самоуверенность всегда граничит с ошибками, с узостью мышления, с инвестивной простотой. И, в общем-то, негативно сказывается на личности. Тогда как самоуверенность в себе адекватная, вашим возможностям, вашим способностям, склонностям и так далее, идет на пользу. А неуверенность вредит. И вот если у вас действительно недостаток уверенности в себе, то с этим тоже нужно разбираться. Почему недостаток, откуда она взялась, и устранять ее причины. А также реализовываться в других сферах вашей жизни, чтобы чувствовать себя достойным, чтобы не чувствовать себя хуже других. И тогда то, чего вы считали себя недостойным, постепенно станет приемлемым, нормальным и правильным. Замечу, если только, если только, важно поведение, ваши действия, поступки не вредят другим людям. Если какой-то вред оказывается, то, к сожалению, это действительно не стоит делать, хотя бы потому, что к вам могут быть применены меры, достаточно жесткие, которые существенно подпортят вашу жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращусь в эту личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.